This meeting is being recorded. — Уважаемые коллеги, я хотел вам напомнить, что договоренность была в Китае на последней 23-й конференции, что очередная конференция по ICCF 24 будет в Америке. И сегодня я готов вам сказать, что председатель этой конференции в Америке мне прислал официальное письмо. Вы знаете, что я выбран в район представителем России в международном комитете этой конференции. И ко мне обратился Боб, председатель конференции в Америке, с информацией о том, что сейчас уже рассылка произошла первого этапа, о том, чтобы народ регистрировался и подавал абстракты. И вот я включен в состав комиссии, к которому будут приходить на рецензию работы из России, в первую очередь для того, чтобы сделать некую сепарацию, отсев или, будем говорить, упорядочение докладов. То есть кто-то будет инвайтед, кто-то будет устный доклад, кто-то постерным докладом ограничится. Поэтому я еще раз напоминаю, что даты это 24 июня, значит, не так далеко. Вот, поэтому, значит, пока рестрикций не было особых в наш адрес, значит, пока нас еще воспринимают в этом сообществе, значит, ничего, никаких больше сообщений не было о том, чтобы ограничить доступ российских ученых. Значит, я думаю, что надо спокойно в этой ситуации, значит, готовить доклады. Я надеюсь, что от России все-таки пять работ, как минимум, значит, будет предложено, и мы узнаем, кто в какую секцию попадет буквально в ближайшее время. Значит, поэтому я прошу вас, значит, ускорить подготовку абстрактов, регистрацию на сайте конференции, значит, и, ну, мне кажется, так сказать, лучше было бы, если бы, так сказать, копию, значит, абстрактов присылали мне для того, чтобы я уже мог, так сказать, согласовать с вами тот формат доклада, который, значит, ну, будет вам предложен. Это первое. Второе, значит, ну, я напоминаю, что там, значит, Билл, который у нас выступал, он уже, значит, вышел из больницы, слава богу, тяжелая операция была, но он перенес ее прекрасно. Билл Колес, я имею в виду. Значит, в Италии, значит, векшоп, то есть совещание будет проходить в конце сентября, значит, участие российских ученых в то время, как он говорил, сейчас, может быть, все поменялось, потому что Италия там сейчас недоступна для нас. Значит, льготный был, значит, вот период оплаты, по сути дела, оргзносы, то есть на российских участников, значит, оргзнос составлял 50%. Если вы выезжаете на место и, значит, будете участвовать в Италии, в Ассизе, прекрасный город, ну, самые лучшие воспоминания у меня об этом. То есть Италия вся у меня сосредоточилась на Ассизе. Значит, поэтому, если кто может, ну, обязательно, так сказать, тем более нам такие льготы хорошие дают, значит, это монастырь, при монастыре там очень хорошая кухня, очень хорошая встреча, вот. Уже традиционно там третье совещание будет европейское. Вот, и после этого совещания мы вот переговорили с нашим оргкомитетом нашей конференции, ну, по-видимому, тянуть нам особо не стоит. Значит, мы проведем эту конференцию в начале октября, значит, и вот это уже будет наша российская конференция, которую начинал Бажут Фьер Николаевич, кстати говоря, вот уже приближается юбилей его, ну, не юбилей, но памятная дата его смерти, значит, я думаю, мы ее отметим на нашем семинаре. Мы посвятим отдельный семинар к памяти Юрия Николаевича Бажутова. В этом плане, значит, тоже будет информационное сообщение подготовлено уже, разослано всем, значит, ну, и просьбы готовить и абстракты, и доклады. Значит, все конференции, и американская, и итальянская, и российская будут в смешанном режиме. В режиме онлайн, значит, по зуму можно будет выступать. В записи ваши, так сказать, обязательно тогда должны быть доклады, если они устают. Вот. И если кто может приехать, и, естественно, так сказать, будут те условия приема гостей, они будут соблюдаться. Как в Америке, так и в Италии. Ну, мы планируем тоже, если все будет хорошо, в Красной Поляне, наконец, собраться все вместе. И, может быть, удастся, если пандемию, так сказать, отменят к этому времени. Я надеюсь, что ее отменят. Вот. Ну, и тогда мы, наконец, с вами вспомним, так сказать, как собирал нас Юрий Николаевич в Сочи регулярно, каждый год. Ну, вот сейчас, может быть, даст Бог, соберемся в Красной Поляне. Так, я все, значит, рассказал. Если есть у кого-то вопросы, я готов ответить. Спасибо. Спасибо. Значит, друзья, я тут немножко, видимо, волнуюсь, потому что я не по своей схеме начал. Я хочу дать объявление такое, что сегодня 2 марта 2022 года, и мы проводим пятый вебинар зимней-весенней сессии. Вот. Вебинар Климова Зателепина. Ведет вебинар Зателепин Валерий Николаевич, то есть я. У нас еще есть, вот уже руку поднял Сергей Цветков. Он тоже хочет, видимо, что-то сказать. Я даже знаю, что он хочет сказать, я думаю. Сергей, пожалуйста. Я думаю, что я где-то там что-то не точно сказал. Сергей, сейчас меня так говорит. Меня слышно? Слышно, слышно, да. Я хочу по датам уточнить, значит. Анатолий Иванович сказал неправильно. Конференция будет с 25 по 28 июля. Это первое. Вот это международное 24. 24. Я это имел в виду. Это я тоже заметил. И второе. Они там обозначили дедлайн подачи тезиса 2 апреля. Ну, то есть осталось всего один месяц, так? Да, да, да. Вот это вот. Сергей, спасибо за пояснение. Это очень здорово. Спасибо, Сергей. Ты правильно все сказал. Да. Так. Ну, я вот приступаем, собственно, к научной части. Я по словам хочу сказать. Сегодня у нас выступает Сергей Алексеевич Пикус. Вот тут Леонид Ирбекович Рыцковов, он прояснил некоторые особенности отношений в семейных, в физике, людей под фамилией Пикус. Вот это товарищ, который вот у нас сегодня выступает, Сергей Алексеевич, он из Ифтана. Доктор физмат-наук. Тема поли-ионы. Ну, я укороченно так называю эту тему. Он расскажет, как, что и почему. Для нас эта тема очень новая. Но она очень интересная. Я сейчас два слова скажу, почему она интересная. Мы должны поблагодарить Анатолия Ивановича Климова, который пригласил Сергея Пикуса к нам сюда. И это его, в общем-то, заслуга в том, что мы вот такой очень интересный, важный для нас доклад сейчас послушаем. А в чем же его важность? Почему он для людей, которые занимаются холодным синтезом, или вокруг холодного синтеза проблемный, почему он очень важен? Дело в том, что, ну вот сейчас будет это нам поподробнее рассказано, а вот если по-простому, ведь чем занималась группа... Кстати, Пикус в шикарных условиях организационных работал. Ему удалось заинтересовать Владимира Евгеньевича Фортова, насколько я понимаю. И тот ему оказывал, во всей видимости, такую состороннюю поддержку, потому что Сергей Алексеевич в отличных местах работал. У него публикации классные, вот в УФН, в иностранных журналах, в лабораториях английских, немецких, японских, ну и российских тоже продвинутых лабораториях. Вот такие очень хорошие условия, это просто зависть берет. Но вот что интересно, вот почему это к нам имеет отношение. Дело в том, что запускающий процесс, запускающий некоторые физические явления, процесс создания полых ионов, начинается с излучения лазерного устройства, очень мощного лазерного устройства, но длина волны которого всего примерно 1 микрон. То есть это такой инфракрасный лазер, правда он очень мощный. У него мощность, вот они создают условия, мы сегодня об этом сейчас послушаем, примерно 10,20-10,21 степени ватт на квадратный сантиметр. Я могу сказать, что это примерно на 20 с лишним порядков мощнее, чем излучение Солнца, которое мы воспринимаем на Земле. И вот что интересно, это ведь красный, инфракрасный даже этот самый лазер. А в результате его работы получается, значит, излучение генерируется, собственно, вот это и есть цель их исследований, получаются рентгеновские кванты, рентгеновские с энергиями порядка 3-5 кФ. Вот это и роднит с нами. Там еще некоторые обстоятельства, сейчас не буду в них уходить более тонкие, с нашими исследованиями, потому что, например, я могу напомнить работу Курчатова 1956 года в ФН же, которую он в Англии, в Великобритании докладывал в свое время, сразу после смерти Сталина, вот выехала делегация, как мы знаем, в Англию для обмена опытом. И там он докладывал о том, что при разряде, при разряде, значит, вот электрическом разряде, обычном разряде, ну, правда, разреженная в давлениях водородная плазма, там получается 10-киловольтный разряд примерно. Гамма-кванты регистрируется порядка 300-400 кФ, 300-400 кФ, то есть, видите, там во много-много раз больше, чем приложенное напряжение. Вот этим это с нашими экспериментами роднится. Я про нашу лабораторию с Барановым могу сказать, что у нас тоже мы там 20-30 кВольт прикладываем, порегистрируем иногда, ну, 5-10 кФ – это нормально, это уйма этих гамма-квантов. Но, кроме того, бывает периодически некоторое количество незначительное, но и 300, и 400 кФ. Поэтому, и в чем-то это схоже. Вот объяснение тому, что при лазерной генерации вот этих полых ионов происходит такая… Происходит такая… Ярослав, я сейчас не могу, извини. Извините. Значит, при лазерном возбуждении вещества происходит генерация вот такого рентгенера. Это некая теория существует, о ней мы сегодня послушаем. У нас свои теории. Может быть, имеет смысл как-то сравнивать, потому что вот разные взгляды – это все очень здорово. Друзья, я закончил свое введение и даю слово Сергею Алексеевичу. Вот я даю ему право свою демонстрацию подключать. Сергей Алексеевич, вам слово. Да, спасибо. Коллеги, я сейчас запущу, скажу, наверное, сначала пару слов. Спасибо большое, что проявили интерес к нашей теме, к нашим исследованиям. В принципе, Валерий Николаевич правильно все описал с такой общей точки зрения и сказал правильно о том, как эти исследования в целом развивались. Если говорить о роли Владимира Евгеньевича Фортова, тут я, наверное, бы сказал, что он, как во многих случаях, его очень важная роль как руководителя заключалась в том, что он никогда не мешал работать. И что наши все инициативы, которые мы выдвигали в плане зарубежного, в том числе сотрудничества и работы на больших установках, им всегда организационно поддерживались. Но это, прежде всего, главное, что никогда не было с его стороны никакого противодействия того, что это не лежит в каком-то мейнстриме или что-то находится за рамками имеющихся соглашений договоров. Здесь у меня была всегда возможность работать на опережение, скажем так. Давайте я действительно запущу уже презентацию с первым слайдом своим и с остальными слайдами. Так, сейчас, значит, должно включиться. Нормально идет полноэкран или все в порядке, коллеги? Спасибо, все здорово. Хорошо. Значит, что должен сказать? В целом мой доклад будет построен на большом наборе экспериментальных результатов, которые мы получили на таких действительно уникальных лазерных установках с мощностями, с потоками мощности на уровне 10,20-10,21 ватный квадратный сантиметр. Но вначале я все-таки, наверное, скажу, что такое полуионы, как они получаются, чем интересно. Да, вот здесь как раз показан на слайде список тех коллективов, лабораторий, организаций, с которыми мы, в общем, всю эту работу вели. Список длинный, большой. Здесь есть как теоретическая поддержка, так и несколько экспериментальных коллективов, потому что в работу вошли данные с трех установок. Это Вулкан в Резерфорде в Великобритании, это Джикарен в Японии, это фемптосекундный лазер, и нижегородская установка Перл, тоже фемптосекундная субпетоватная машина. Итак, про спектры полых ионов. Я должен, наверное, извиниться в какой-то степени, что все мои слайды будут на английском языке, но я думаю, что это каких-то больших проблем не вызовет. Итак, если мы рассмотрим просто механизмы ионизации в лазерной плазме, да и вообще в целом ионизации атомов, ионов при сверхинтенсивном потоке, при воздействии сверхинтенсивного потока энергии. Если мы просто рассмотрим, так скажем, классическую лазерную плазму, когда у нас есть лазерный импульс с интенсивностью достаточной для ионизации вещества, мы должны прежде всего ожидать, что пойдет столкновительная ионизация. То есть энергия лазерного поля передастся электронным компонентам сначала, и потом эти электроны в процессе термализации будут проводить более-более глубокую ионизацию. Если мы говорим о интенсивностях выше 10, 14, 15, 16 ватт на квадратный сантиметр, что по нынешним экспериментальным возможностям является просто каким-то таким школьным, лабораторным уже экспериментом, совсем лабораторной работой, то в любом случае мы можем ожидать, что плазма даже элементов с достаточно средними Z, вплоть до титана, например, будет ионизована вплоть до водорода, гелиоподобных состояний. То есть полностью ободранные ионы практически с единичными связанными состояниями. И теперь, если мы будем рассматривать такую плазму и столкновительную ионизацию, соответственно, механизмы все более и более глубокой ионизации, доминирующими механизмами будут выступать, столкновения с электронами, электронов с электронами, то можно ожидать, что мы просто как по большему, по сахабольсему будем получать все более и более заряженные состояния в зависимости от температуры плазмы, электронной температуры плазмы. В общем, если описать это с точки зрения того, какова вероятность ионизации внешних электронных оболочек к внутренним электронным оболочкам. И вот на графике я сейчас показываю такую кривую, которая, например, синяя кривая, которая нарисована для электронов, построена для электронов. Если мы рассматриваем электроны к эмной температуре, уже относительно максимализованные, то отношение ионизации внутренней оболочки к внешней оболочке, например, как L для примера, всегда будет ниже единицы. Это как раз отражает картину, которая должна наблюдаться при распределении зарядности, кратности ионизации по САХА. И у нас будет постепенно снаружи, внутрь идти эта ионизация. У нас будут ионизованные наружные оболочки и населенные внутренние. Если же теперь мы рассмотрим ситуацию, при которой на плазму или на вещество изначально холодное, воздействует сверхинтенсивный поток уже рентгеновского, а не оптического излучения, то здесь возникает другая ситуация. Мы должны рассматривать фото ионизацию в качестве одного из основных инструментов. И картина для вероятности ионизации фотонами к эмных энергий, она уже обратная. Та оболочка, где энергия фотона близка потенциалу ионизации этой оболочки, она ионизуется в первую очередь. То есть, если мы теперь сравним, построим такую же зависимость от энергии кванта, здесь температура электронов или энергии квантов по горизонтальной оси, вероятность ионизации внутренней оболочки к вероятности ионизации внешней оболочки, то ситуация будет обратной. Эта кривая все время лежит выше единицы, даже выше десятки. Если мы говорим о ионизации KHL, элементов на уровне Z от 10 до 20-30, и энергиями квантов рентгена на уровне единицы или до десятка КФ. И вот в результате чего мы можем добиться? Мы можем обеспечить такой механизм формирования ионов, при котором у нас сначала будут ионизовываться внутренние оболочки, а потом только наружные. И вот такое экзотическое перевернутое состояние, в котором мы имеем множественные, это подчеркнув важный момент, множественные вакансии на внутренних оболочках, в данном случае по совокупности K и L оболочках, и населенные наружные оболочки, называется полыми ионами. И если мы рассмотрим ситуацию, при которой плазма создается действительно прежде всего сверхинтенсивным рентгеновским источником, что такое сверхинтенсивное, мы сейчас очень подробно про это поговорим, то такие так называемые KK полые ионы, если мы говорим про двойную вакансию на K оболочке и населенные наружные, могут даже доминировать спектр относительно стандартных резонансных переходов в ионах, которые организуются обычным образом, столкновительными снаружи, внутренними. Вся эта тематика развивается довольно активно примерно с конца 90-х годов, когда как раз появились в большом широком доступе фемтосекундные лазерные машины с высокой энергетикой и высокими интенсивностями лазерного поля, а также в связи с развитием таких подходов, как формирование рентгенского пучка за счет так называемых установок рентгенских лазеров на свободных электронов. Это поколение, это как бы синхротроны следующего поколения, в котором синхротронное излучение генерируется электронным сгустком из линейного ускорителя и проходящего через так называемый систему-ондулятор, когда у нас идет переменное магнитное поле, переворачивающееся друг за другом, и на каждом соответствующем получающейся траектории синусоидальное направление электронного потока на каждой изгибе траектории когерентно и в монохроматическом режиме излучают рентгенский квант. За счет этого удается добиться прежде всего потрясающей яркости источника. То есть речь идет о том, что такие источники, если на картинке привести пиковую яркость XFL-ов, лазеров на свободных электронах, относительно обычных синхротронов, то выглядит это так, что рост идет на 8 порядков по яркости. То есть это достигается за счет не просто энергетики того рентгеновского пучка, который выходит из лазера, из синхротрона, но и за счет того, что длительность импульса становится лазерной, фемтосекундной, десятки фемтосекунд. Когерентность очень высокая и современная возможность фокусировки рентгеновского излучения позволяет собирать ее в точку меньше микрона, сотни нанометров. И в результате пиковой интенсивности, которые достигаются на мишени, можно говорить уже о 10 в 20 ватт на квадратный сантиметр в рентгеновском излучении. То есть о величинах, которые соизмеримы с интенсивностями, достигаемыми за счет оптического лазерного воздействия. Но только там оптика, оптические фотоны, а здесь рентгеновские. И в таких условиях, конечно же, в соответствии с тем, что я говорил на самом первом слайде, мы имеем потоки рентгена на 10, 18, 19, 20 ватт на квадратный сантиметр. И за счет этого можем легко накачивать эти полуионные состояния. И фактически только с них начинается вся жизнь плазмы. Уже на только более поздних временах, по мере термализации ионизованных электронов, идет переход к состояниям, которые более привычны, с ионизованной наружной оболочкой. И такие спектры получаются довольно распространенные. Здесь есть отдельная физика на эту тему, связанная с изменениями, со сдвигами потенциалов ионизации, с константами радиационной накачки. Здесь я, наверное, про это говорить не буду, потому что предметом нашей работы, экспериментальной прежде всего, являлось получение таких состояний в лазерно-плазменном взаимодействии. Причем, опять-таки, речь идет о том, что нам каким-то образом нужно было получить рентгеновский источник, прежде всего, в такой плазме, чтобы вообще имело смысл говорить о таком феномене, как полуион. То есть здесь мы рассматриваем такую же схему-концепцию, что мы имеем сверхинтенсивное оптическое лазерное излучение. В рамках взаимодействия этого излучения с твердотельными мишенями происходит генерация быстрых электронов и рентгеновского потока в процессе силы радиационного трения, передачи этой энергии от электронов в среду. Получение такого плотного нагретого вещества под воздействием сверхинтенсивного рентгеновского излучения уже вот в этом плотном нагретом веществе подверженному собственному рентгеновскому свечению плазмы получение полых ёмок. Вопрос возникал сразу же, насколько вся эта схема реализуема, реальна и не эфемерна. Но для того, чтобы вообще говорить о том, какие есть возможности для того, чтобы это сейчас экспериментально, чтобы это все получить, я бы отметил следующее. Смотрите, вот для рентгеновского лазера мы говорим об интенсивности 10,18-10,19 ватт на квадратный сантиметр. В рентгеновском излучении. Мы теперь хотим создать такую же интенсивность, близкую, за счет оптического воздействия. Ясно, что эффективность конверсии в лучшем случае может быть 1% в рентгеновское излучение, в нужного нам спектрального диапазона. Поэтому отсюда возникает необходимость, чтобы оптическое воздействие было на два порядка больше, чем вот это самое исходное рентгеновское. Требуемая нам рентгеновская интенсивность. Чем достигнуть такую интенсивность? Вот специально показываю сейчас современное состояние дел в мире с сверхмощными лазерными системами. Здесь можно посмотреть для простоты только на левую картинку, где показан весь мир. Каждая точка представляет собой отдельную лазерную установку. И на шкале, по горизонтальной шкале у нас время, по вертикальной, мощность в пятоватах. Это еще не интенсивность, но здесь довольно просто можно все пересчитывать в силу того, что мы знаем, что фокусировку можно осуществлять, грубо говоря, в единице микрон. И, соответственно, для того, чтобы перейти от пятоват к ватам на квадратный сантиметр, мы можем эту величину умножить на 10 в восьмой и получить, какая у нас интенсивность в реальности на мишени. То есть, если мы возьмем какой-то лазер, который имеет один пятоват, то мы получим интенсивность 10 в 22. Дальше. Для того, чтобы перейти от такого лазерного воздействия к рентгеновскому излучению, следует рассматривать судьбу тех электронов, которые восприняли энергию лазерного поля. И дальше. В силу радиационного трения, если разделить эту силу на два явления, на томсунское рассеяние, на нападающем лазерном пучке или на тормозном рентгеновском излучении, на рассеянном поперечном компоненте плазменного поля, в обоих случаях этот процесс сильно нелинейен по электрическому полю. То есть, если мы поднимаем интенсивность лазерного воздействия, то следует ожидать, что и вот эта самая нелинейность, квадратичность или даже кубическая зависимость по конверсии в рентгеновское излучение за счет этого механизма будет иметь место. Если мы подставим самые грубые оценки, самые такие невдавающиеся в различные дополнительные каналы диссипации энергии, рассмотрим, что будет происходить, если у нас есть интенсивность 3 на 10, 20, то самая грубая оценка дает нам интенсивность рентгеновского излучения в кемном диапазоне на уровне 5 на 10, 18. Вот такая вот конверсия, которая составляет несколько процентов. Я вначале сказал, что можно ожидать конверсию на уровне 1%. Это типичная величина для любого лазерно-плазменного эксперимента с релятивистской лазерной плазмой. Но вот здесь за счет того, что этот процесс радиационного трения сильно нелинейен от амплитуды, лазерного поля, эта конверсия, оказывается, может быть выше. Но пока это только самые грубые теоретические оценки. Давайте теперь рассмотрим, как его можно представить постадийно. Итак, у нас есть графический, просто чтобы было понятнее, запоминалось лучше. Мы рассмотрим лазерный импульс, 5-ваттного уровня мощности, сфокусированный в пятно чуть меньше, чем 10 микрон. На твердотельную мишень, например, алюминий. Что мы должны ожидать? У нас с самого начала сформировалась область сверхгорячей плазмы. Все ионизовалось в этой области, все ионы ионизовались очень глубоко. И родилось большое количество электронов, свободных электронов. Часть из этих электронов приобрели мебные энергии, мультимебные энергии, покидают сразу лазерный объем. И именно их мы можем диагностировать на электронных спектрометрах, стоящих вовне, если далеко где-то в вакуумной камере. А большая часть электронного спектра имеет субмебные энергии. И вот эти электроны уже могут быть захвачены лазерным полем, развиваются так называемые обратные токи, return currents в такой плазме, осцилляции электронов в сформировавшемся плазменном поле. И в процессе этих осцилляций они как раз претерпевают радиационное трение, начинают излучать за счет тормозной спектр, который, безусловно, очень широкий. Грубо говоря, можно, например, сказать, что он планковский. И вот часть этого спектра очень существенная для нас, чтобы как раз в диапазоне тех энергий, с энергиями в диапазоне потенциалов ионизации внутренних оболочек нашей мишени, алюминия, эти кванты начинают излучаться, прежде всего, в поперечном направлении. И вот этой периферической области, которая засвечивается, только слегка, может быть, засвечивается боковыми крыльями первого лазерного импульса, прежде всего рентгеновским потоком, сгенерированным в процессе рефлексинга, вот именно в этой области можно ожидать появления этих самых полых ионов в силу той самой радиационной накачки. И того, что сам исходный лазерный импульс, непровоздействованный на эту область в достаточной мере, не нагрел ее до тех состояний, чтобы ионизовать наружные оболочки этих ионов, иначе мы просто будем рентгеновским излучением докачивать уже сформировавшиеся ионы меньших кратностей ионизации, и мы просто в силу этого не увидим полых ионных структур. Чуть-чуть дальше отойдя на периферию, ситуация может быть уже наша, нужная нам для того, чтобы сформировать полуионные состояния. Ну и дальше наша задача – померить спектры рентгеновского излучения, в которые, безусловно, дает вклад эта периферическая область, и получить свидетельство наличия полуионных состояний, и, как я потом дальше покажу, обосновать зависимость параметров плазмы рентгеновского источника, которые могут быть установлены на основании измеренных рентгеновских спектров. С точки зрения спектроскопии это все очень удобно оказывается, потому что спектр полых ионов или линии излучения полых ионов находятся в определенной области спектров, в которую не должны, не попадают какие-либо другие спектральные компоненты, излучаемые ионами с другой атомной структурой. Если на спектре мы так вот грубо схематично покажем положение резонансных линий переходов, Лайман-альфа – это переход 2П1С в водородоподобном ионе, Гелия-альфа – в гелияподобном ионе, К-альфа – просто нейтральные компоненты, то спектр К-К полых ионов, линии излучения ионов с двойной вакансией на К-оболочке и населенными наружными, они будут лежать ровно посередине между Лайман-альфа и Гелия-альфа. И других компонентов получить никаким иным способом нельзя. Поэтому сам факт появления каких-либо спектральных линий в этом диапазоне свидетельствует о наличии полуионных структур. Вот пример самого первого спектра, первое наблюдение полых ионов на установке Трайдент в Лос-Аламосе в 1997 году при интенсивности 10-19, где как раз показано, что помимо Лайман-альфа – житого сателлита в гелияподобном состоянии, между ними возникает довольно массивная, населенная, богатая структура, которую никаким образом, кроме как полуионными состояниями, объяснить нельзя. Аналогичный, в чем-то аналогичный спектр получается как раз при накачке рентгеновским лазером на свободных электронах. Здесь опять-таки положение резонансных линий, отмеченной стрелочками, и в верхнем спектре этих линий вообще просто отсутствуют, эти состояния чистой гелияподобной линии, гелияподобные состояния мишени, все перекачивается, накачивается в полуионное состояние, вот эта вот группа линий таких осцелирующих. – Сереж, у тебя как-то перевернут вот этот график, ничего не понятно. – Да, я вынужден сказать, да, правильно, что заметили, но здесь это именно такое состояние, что он отзеркален специально так, чтобы оставаться в представлении длин волн. Вот у меня левая картинка, она по горизонтальной оси, это длинный волн, не энергии фотонов. Я взял эту картинку из статьи Сэма Винка в Nature, и она построена в энергиях, поэтому ей пришлось отзеркалить немножечко. Значит, в целом, еще раз хочу показать на схеме уровней энергетических, как это все выглядит. В качестве таких реперов, отсечек можно выбрать положение резонансных линий гелия альфа, лаймон альфа, соответственно, водород гелияподобный переход 2П1С, и лаймон бета, гелий бета. Следующая серия для тех же самых гелия и водородоподобных состояний, но это уже переходы 3П1С, соответствующих двух кратностей, водород и гелияподобных. С точки зрения схем энергетических уровней, вот можно посмотреть на левую часть, где отмечены для трех зарядовых состояний водород и гелия, литийподобных ионов, отмечены те уровни и линии переходов, как раз соответствующие резонансным линиям. Это 2П1С в каждом ионе. Это сателлитные структуры обычного типа, которые проходят в дважды возбужденных состояниях. Например, к такому можно посмотреть на литийоподобные ситуации, где у нас третий электроннаблюдатель тоже находится в возбужденном неосновном состоянии, и за счет этого излучается сателлит к иону в большей кратности, гелиоподобному, гели-альфе. Если мы теперь хотим показать, где на схеме энергетических уровней будут находиться состояния полуионные, то это уже с такой сиреневым цветом обозначено. Здесь видно, что в верхнем состоянии у нас 2ЛНЛ, то есть на 1С оболочке не присутствует ни одного электрона. Они оба возбуждены, перекинуты наверх. И переход, соответственно, на уровень 1С2Л радиационный и отображается в соответствующем месте на аспектах. Вот здесь между лайман-альфой и гели-альфой. Сереж, ну тут в основном состав такой, как я, не сильно большие профессионалы. Ты еще раз определи, что такое сателлиты. Вот ты пользуешься этим? Ну понятно, лайман, гели, это, так сказать, ободранные почти до лития, до гелия. Это мы понимаем. Понимаешь? А что такое сателлит? Хорошо. Сейчас попробую объяснить еще дополнительно. Смотрите, вот на предыдущем слайде я показывал, например, вот такую схему. Значит, смотрите, вот здесь обозначено в модельном спектре лайман-альфа. Это переход 2П1С в водородоподобном ионе. Единственный электрон возбуждается с основного состояния на 2П и высвечивается радиационным переходом в основное состояние. Это резонансный. К нему могут быть сателлитные структуры. Они чаще всего называются так сателлитные, потому что они существенно меньше по интенсивности в большинстве случаев. И сателлиты, потому что они находятся по спектру ближе к этой спектральной линии. С точки зрения того, откуда она берется? Вот давайте посмотрим. У нас есть основной переход, который в верхнее состояние 1С2L в состояние 1С2. То есть основное состояние одного электронного наблюдателя – это основное состояние 1С. А возбужденный электрон, который и вызывает радиационный переход, он переходит с 2L на 1С, также на 1С. Это основная резонансная линия с электронным наблюдателем, находящимся в основном состоянии. Теперь давайте посмотрим, что будет происходить, если мы рассмотрим ион меньшей кратности ионизации. То есть появится еще один дополнительный электрон, который будет находиться не в основном состоянии, а в возбужденном. То есть мы посмотрим на конфигурацию, например, на красный, наверное, лучше на синий уровень. Посмотрим на синий уровень. Значит, он отличается от верхнего уровня в резонансном переходе 1С2L. Он отличается тем, что появился еще один дополнительный электрон, но не в основном состоянии, а на возбужденном уровне, на 2L. 2L2 их здесь стало. И так получается, так природа устроена, что длина волны перехода вот этого с уровня 1С2L2 или 1С2L3L в основное состояние с заполненной внутренней оболочкой 1С2L3L по длине волны очень близко к резонансному переходу в ионе большей кратности ионизации, соседней кратности ионизации. Поэтому мы говорим, что вот эти самые линии, они являются, вот здесь на схеме показано, что вот эти красные, красным образом областью показаны переходы, вот эти вот, которые сателлитные переходы, они находятся рядом с резонансной линией иона большей кратности. То есть это литиевые сателлиты к гелиоподобной резонансной линии. Ну и аналогично можно говорить о, например, сателлитах, гелиевых сателлитах к водородоподобной, к Лаймон-Альте. Значит, теперь все то же самое наблюдается и… Подожди, вот скажи, пожалуйста, если я не понял, то, наверное, и никто не понял. Значит, вот у тебя возбужденный уровень, допустим, на этом уровне сидит два электрона. Один ты возбудил, но если он ты его возбудил, возбуждается и второй. Там надо же учитывать соседей, правильно, так сказать, вот на этом уровне 1С, вот там, которым ты, так сказать, потом уже видишь вот эти вот сателлиты, переходы из возбужденного в основной уровень. Так, но пока не понял вопроса. Значит, вот все-таки на К-уровне у меня находятся там по крайней мере два электрона, правильно? Зависит от кратности ионизации. Но все-таки, ну не один же там электрон, а, так сказать, несколько электронов. Максимум два, на К-оболочке, естественно. Два электрона. Если один я возбуждаю, то второй-то тоже должен как-то чувствовать это возбуждение. В общем случае нет. Потому что, смотрите, у вас потенциал ионизаторный. СС-связь-то есть, вот спиновая связь-то есть, все равно, так сказать, как же они не чувствуют друг друга. Я что-то не понимаю механизм-то. Нет, ну смотрите, для того, здесь СС-связь-то недостаточно. Для того, что вы могли, ну тогда, понимаете, из вашей логики следует, что если вы возбуждаете, ионизуете, или переводите на более высокое энергетическое состояние один электрон, то второй следует за ним. Но это так же. Должен как-то реагировать. Нет, нет. Электрон на пустую место. Там же дырка получается, которая... Иван Иванович, ну ты тут дискуссию устроил. Это не самый ключевой вопрос этого доклада. Просто Сергей Алексеевич хочет обосновать каким-то образом вот те спектры, которые он видит, и хочет их привязать как-то к структуре. Но это... Дальше давайте послушаем. Хорошо, да. Я готов потом прокомментировать. Правда, у меня сегодня на 18.30 у меня проект, как последовательное совещание, но я думаю, что мы успеем. Значит, в... Итак, вот, коллеги, значит, я показывал всю эту схему для того, чтобы показать вам расположение от различных спектральных линий по спектру в зависимости от их природы. И что у нас есть в рассмотрении два диапазона. Вот между Лаймон-Альфой и Гели-Альфой, вот этот обозначенный сиреневым, и между Лаймон-Бета и Гели-Бета, обозначенный зеленым, в которые попадают переходы в полых ионах. И дальше возникает разница между фиолетовым и зеленым только в том, что это переходы с уровня 2П в основное состояние 1С, либо с 3П в 1С. При этом сами полуионные структуры с этой двойной вакансией на К-оболочке, они одинаковы. Что хочется сказать? И дополнительно еще. Получать такие состояния в лазерной плазме по-настоящему сложно, потому что помимо вот этой самой радиационной накачки у нас всегда присутствуют рекомбинации. То есть мы должны накачивать эти внутренние состояния быстрее, чем больше фотонов должно приходить. Актов взаимодействия фотонакачки должно быть много. Чем происходит рекомбинация в основное состояние. И если мы посмотрим затем, как эти два процесса, вероятность этих процессов зависит от Z, от заряда ядра по ионизации К-ШЛ-оболочки и рекомбинации этих вакансий, то выясняется, что эта зависимость, она очень сильная, как Z-4. То есть если мы хотим получить такую же концентрацию, допустим, элемента, полых ионов, элемента с Z-20 степени и ту же самую концентрацию, как и для Z-10, то нам нужно двоечку возвести в четвертую степень и получить 16 раз больше требований на интенсивность рентгеновского излучения. Ну и, соответственно, таким образом можно в каком-то смысле, варьируя различные мишени в одних и тех же похожих условиях оптического лазерного воздействия, проводить диагностику того, какая же у нас все-таки интенсивность рентген на самом деле присутствует. В зависимости от того, получились у нас полые ионы, например, алюминия, или кремния. Мы смогли дойти до того, чтобы сделать кремния или нет. Это можно нам дать такую оценку по интенсивности рентгеновского потока. Вводная часть закончена. Теперь перехожу непосредственно к экспериментам. Я думаю, здесь мой рассказ пойдет чуть побыстрее. Первый пример – это эксперимент на петаватной лазерной машине Валкон Петават. В Резерфорде энергия в импульсе 160 джоулей. С точки зрения мощности это вплоть до полпетавата по факту в нашем эксперименте было. Сфокусироваться нам удалось вот в такое пятно, которое показано на рисунке здесь вживую. Может быть, не супер такое, не астигматическое, с достаточными проблемами в однородности пятна. Но, тем не менее, оценка на размер пятна – это на уровне 7 микрон. И в совокупности это все нам дает возможность говорить об интенсивности лазерного поля на мишени на уровне 3 на 10, 20 ватт на квадратный сантиметр. Мы использовали три типа мишени – алюминия и кремния. Здесь я сначала поговорю про алюминий. Довольно толстая 10-микронная мишень, 15-микронная мишень, тонкая фольга в полтора микрона и совсем тонкая фольга в пластиковых обкладках. Пластиковые обкладки здесь предполагаются для того, чтобы предотвратить разлет мишени от воздействия лазерного предимпульса. Контраст на таких установках хоть и составляет… Контраст временной между основным импульсом и пьедесталом хоть и составляет на уровне 10 в 11-й, тем не менее, когда интенсивности пиковые 10 в 20-й, то уже и 10 в 11-й оказывается недостаточно для того, чтобы не разрушать мишень, чтобы мишень совсем не замечала воздействие пьедестала. И вот что у нас получилось в эксперименте. Значит, в зависимости от того, какую энергетику лазерного импульса мы использовали и какую мишень мы брали, получились вот такие совсем разные спектры. В синим спектр, например, 160 джоли, полная энергетика, но при этом очень тонкая мишень 0,1 микрона. И вот здесь видно, что спектр состоит только из резонансных переходов, никаких полых ионов мы не наблюдаем. И мы связываем это с тем, что в этом случае именно за счет малой толщины мишени предимпульс ее фактически разрушал. И основной импульс взаимодействовал уже с весьма разреженной плазмой, нетвердотельной плотности. И, соответственно, все требуемые для нас процессы генерации рентгеновского излучения в силу меньшей частоты столкновения электронов, частоты рассеяния электронов на лазерном поле, в общем, рентген не генерировался эффективно, не получалось этого самого рентгеновского источника плазма. Достаточно интенсивно. Наверное, вот по ходу, поскольку тема действительно сложная для нас, вот тут лазерщиков-то мало. Вот вы упоминаете предимпульс, импульс основной. Вот вы немножко скажите, вот какое соотношение между предимпульсом и импульсом у лазера вот в вашем случае? И чуть-чуть пару слов, откуда это берется? Что это вообще такое? То, что люди не понимают, что сначала облучается маломощным сравнительно излучением лазера, а потом основной поток идет. Вот пару слов об этом. Скажите, пожалуйста. Да, скажу. Значит, вообще вся полная временная структура лазерного импульса, она представляет собой, но ее надо рассматривать, наверное, на насекундных временах. То есть существует так называемый наносекундный предимпульс, пикосекундный предимпульс и основной лазерный импульс длительностью либо пикосекунды, либо фентосекунды. И о том, о чем я сейчас говорил прежде всего, о контрасте по так называемой ASE, Amplified Spontaneous Submission, это спонтанное усиление в лазерной системе, которое не подавляется вот этим одномодовым режимом генерации, в полной мере не подавляется. И получается, что у нас, когда мы говорим всегда о, например, пикосекундном лазерном импульсе длительностью 1 пикосекунды или в фентосекундных машинах это может быть 20 фентосекунд, этот импульс всегда стоит на некотором пьедестале вот этой усиленной спонтанной эмиссии. И этот пьедестал, он может длиться на протяжении нескольких десятков, а иногда и сотен пикосекунд. По амплитуде существует целый набор способов, как увеличить контраст между амплитудой пьедестала и основного нашего короткого импульса. Здесь много нелинейных явлений, эффектов используются. Всякие просветлители, поляризаторы и так далее, которые служат прежде всего для того, чтобы... Поскольку я ваше статье тут попытался посмотреть, вот целый контраст тут, люди, вы сленг сферы употребляете, не очень его комментируете. Вот я просто... Поясните людям, что контраст – это отношение основного сигнала к вот этому пьедесталу, как вы его называете. Но мы-то это не знаем. Ну вот как бы... Поэтому это, грубо говоря, мощность основного сигнала по отношению к длительному, который к предимпульсу. Да, который пьедестал. Он на самом деле даже не импульс, а пьедестал, просто постепенно нарастающий, в какой-то момент пересекающий порог плазмообразования. Тогда мы можем уже с точки зрения взаимодействия с веществом говорить о том, что вот предимпульс пришел. И с этим идет очень большая борьба всегда, потому что с этим пьедесталом, потому что для большинства задач хочется наблюдать, исследовать вопрос взаимодействия основного импульса, все-таки с мишенью твердотельной, еще не разлетевшихся, в которой не началась гидродинамика. Сереж, вот на этом графике микроны, это у тебя толщина образца или это та зона, из которой ты берешь излучение? Нет, это толщина мишеней. Понятно. А вот нижняя там вообще со звездочкой, что нет никакой толщины? Нет, это не толщина, это просто ссылочка стоит на чужую работу, как выглядит спектр, когда мы имеем интенсивность на уровне 10-18 ватт на квадратный сантиметр. Просто как бы такая scholar-спектр такой, в котором нет специальных особенностей полуионных. Это из литературы кривая. Здесь можно говорить… Здесь толщина, в общем, совсем не важна. Вы смотрите на энергетику. Это 80 миллиджоулей, совсем другая кухня. Просто для того, чтобы показать, как спектр может выглядеть, когда мы не переходим в этот режим сверхрелятивистского воздействия, ультралелятивистского воздействия. Ну и вот я смотрю и вижу, что только при 160 джолях, так сказать, у тебя начинает что-то проявляться. Правильно, нет? Правильно. Именно так. Как я в самом начале говорил о том, что механизмы генерации рентгеновского излучения сильно нелинейны по амплитуде лазерного поля. И здесь мы как раз очень хорошо видим, что если мы уменьшаем в 2,5 раза интенсивность энергетику лазера, соответствующую интенсивность поля, то этот эффект, которым весь доклад дальше и построен, просто пропадает. Именно так. Ну вот здесь фактически мы коллективным образом проговорили про весь этот график. И можем сказать, что вот эти обнаруживаемые первый раз в тот момент, это здесь в 2011 год эксперимент, линии для такой плазмы, они ровно соответствуют их положению, ровно соответствуют тому, что предсказано теоретически между Лайман-Альфой и Гели-Альфой, как на картинке справа. Одновременно с этим еще дополнительно мы проверили, как все зависит от толщины мишени. И было показано, что увеличение толщины мишени на самом деле приводит к более худшему ситуации, ухудшает ситуацию. То есть связать это можно тоже довольно просто, потому что, как вот в схеме, которую я до этого показывал, нам очень важно, чтобы электроны, побольше электронов оставалось в области плазменного поля, осцелировало в этом плазменном поле. Если мы увеличиваем толщину мишени, то это приводит к тому, что на тыльной стороне мишени оказывается недостаточно поля для того, чтобы затягивать электроны обратно в return currents, в возвратные токи. И здесь это как раз экспериментальный результат, который очень хорошо демонстрирует важность этого процесса обратных токов. И что для наших условий как раз толщины на уровне единиц микрон, мы не говорим, что конкретно полтора микрона, но несколько микрон, они наилучшим образом нам помогают получить эти самые полуионные состояния. Для того, чтобы как-то охарактеризовать параметры того рентгенского источника, проверить подходы атомно-кинетические, описывающие механизмы ионизации таких, формирования таких полуионных состояний, мы с коллегами из Лос-Аламоса, с помощью их кода Atomic, атомно-кинетического, провели тогда моделирование спектров. Это была довольно сложная масштабная работа. Тут многие десятки тысяч состояний возбужденных рассматривались атомных конфигураций. Несколько было таких трикс сделано для того, чтобы все-таки вычислительные возможности позволили нам воспроизвести весь процесс с таким количеством состояний, атомных конфигураций. Но здесь я немножечко пропущу этот момент, просто покажу, как у нас постепенно мы могли, включая тот или иной процесс в моделирование, воспроизвести наблюдаемый спектр. То есть вот если мы возьмем экспериментально наблюдаемую ситуацию, попробуем ее воспроизвести без учета ни быстрых частиц, ни рентгеновского излучения, только балк, температурные электроны, 55 электрон вольт, различные кратности ионизации, которые происходят просто за счет столкновений термолизации плазмы. Никаких признаков, то есть ничего похожего на то, что есть в эксперименте. Если же мы добавляем сюда горячие электроны, которые могут эффективно ионизовывать уже L-болочку в данном случае, получается ситуация, при которой мы начинаем воспроизводить сателлиты к нейтральной коальфе. Это бериллиевый бор, фтор, кислород, подобное состояние зарядовое, в том числе полуионный, так называемый КЛ-полуионный, где у нас все-таки один из электронов остается на К-оболочке. И теперь попытка перейти к тому, чтобы воспроизвести вот эту группу, которая находится между 7,2 и 7,8, между гели-альфа, лаймон-альфой, за счет добавления в плазму рентгеновского источника планковского с температурой 3 кэва. Вот что у нас получается. Спектр, который уже начинает чем-то быть похожим на то, что мы видим в эксперименте, по крайней мере, в своей левой части. Если мы теперь объединим эти два подхода с добавлением ионизации столкновительной горячими электронами и фотоионизацией рентгенскими квантами, уже спектр удается как-то получше воспроизвести. На самом деле это самое лучшее, что пока есть. Можно сделать современными выяснительными средствами и точностями моделей атомно-кинетических, учитывающих фотонакачку, радиационное воздействие. Для того, чтобы сказать, какая интенсивность и какие параметры у нас все-таки были рентгеновского источника, мы выполнили такое варьирование параметров по планковскому спектру, по его амплитуде и температуре. Для радиационной ввели для подстройки амплитуды интенсивности ввели стандартный подход делюшинного фактора делюции, который хорошо развит для астрофизических наблюдений. В общем, здесь результат был вполне нагляден, показывающий, что, во-первых, радиационную температуру мы можем такого источника определить довольно точно, на уровне, что он составляет 3 кэва, скажем, 2 или 5 уже не подходит. Ну и что, в общем, интенсивности нам нужны такого планковского спектра по полной программе. То есть делюшин-фактор в результате приходится убирать единицей. Все это вместе дает нам как раз оценку на радиационную температуру в 3 кэва и на интенсивность рентгеновского источника на уровне 1 на 10,18 ватт на квадратный сантиметр. Что, если помните, в самом начале, я, к сожалению, не забыл вставить снова этот слайд, оценки на силу радиационного трения для интенсивности 3 на 10,20 и наши экспериментальные ватт на квадратный сантиметр должны были давать интенсивность рентгеновского источника на уровне 5 на 10,18. Но здесь мы показываем, что наблюдаемые спектры свидетельствуют о том, что интенсивность рентгена не меньше, чем 1 на 10,18 ватт на квадратный сантиметр. В целом, я еще дополнительно хотел бы сказать, что есть такая тема сейчас довольно модная, развивающаяся при мотивации для создания установок мультипитаваттного уровня мощности. Есть целая программа по созданию установок LA в Европе, установка Apollon во Франции, установка Excels, кстати, которую академик Сергеев активно продвигает в России, строительство ее в России. Это все установки фемтосекундные с десятками петаватт мощности, и они в том числе строятся для того, чтобы изучать такое явление, как radiation-dominated режим, где у нас радиоизлучение доминирует над динамикой частиц, то есть где все, что мы наблюдаем в плазме, прежде всего определяется фотонным спектром, не столкновительным спектром, не энергетическим спектром электронов. Но для этого оценки говорят о том, что для этого нужно иметь интенсивность на уровне 10,24, 10,23 скорее очень оптимистичная оценка. Но и сейчас это пока недоступно, хотя если все эти большие проекты на десятки петаватт реализуются, то, может быть, мы к ним и приблизимся. В нашем же случае у нас доминирование излучения не в части динамики плазмы, а в части кинетики такой плазмы, где, как мы видели, кинетика в рентгенский источник становится настолько интенсивным, что кинетика начинает определяться именно рентгенским воздействием, а не столкновителем. Ну, собственно, в общем, это, можно сказать, один из таких результатов фундаментальных работы, того, что в плазме с интенсивной лазерной плазмой при потоках энергии, при потоках 10,21 ватт на квадратный сантиметр, или порядка такого, можно получить это самое состояние с рентгенцией доминирования кинетики. Я практически закончил, коллеги, вот сейчас еще только один экспериментальный факт покажу. Если помните, я вам показывал схему, при которой рассказывал, где находится каждый из типов полуионных компонентов. Сейчас мы обсуждали вопрос вот этой сиреневой группы линий, которые находятся недалеко между Лайман-альф и Гели-альф. То же самое потенциально должно наблюдаться, если мы просто сместим наш спектральный диапазон наблюдения в область переходов не с 2p, не с l-shell на основное состояние, а с m-shell, с 3p, 1s. Эти линии должны уже лежать аналогично между Лайман-бетой и Гели-бетой, где показано зеленым. Это область. Можно так сказать, что это high-end, whole-item states. На самом деле это те же самые полуионы с теми же самыми состояниями. Вопрос только в том, где находится тот электрон, который излучает нам… Такой эксперимент мы сделали также на вулкане, немножко в следующем, через несколько лет после первого эксперимента. Здесь мы немножко модифицировали нашу диагностическую схему, наблюдали спектры как с передней, так и с тыльной поверхности, наблюдали за кремниевыми мишенями. Параметры были лазерного облучения весьма похожи, те же самые 7 микрон, чуть меньше энергетика, использование чуть выше контраст лазерного импульса, но в целом это все очень было похоже на предыдущую постановку. Здесь мы дополнили наши измерения тем, что восстановили с учетом всех аппаратных функций, смогли восстановить спектр рентгенского излучения в абсолютных значениях и в довольно широком спектральном диапазоне. Получили, что в диапазоне от 5 до 7 ангстрем, от 2 до 3 кФ, соответственно, энергия рентгена излученная в 4П составила на уровне полу-джоуби, что соответствует 0,2 на 10,18 Вт на квадратный сантиметр, как мы ее наблюдаем на выходе из мишени. Можно предполагать, что интенсивность рентгена непосредственно вблизи области взаимодействия находится на уровне тоже единицы на 10,18, как мы получили из наших предыдущих оценок на основании сравнения атомно-кинетического моделирования и наблюдаем спектр полых ионов. Там оценки были на 1 на 10,18+. И вот теперь, если мы вернемся к этой схеме и посмотрим на область, которая находится между Лайман-бетой и Гели-бетой, то она выглядела вот таким образом. Здесь показаны спектры с передней и задней поверхности мишени, демонстрирующие, собственно, что у нас помимо Лайман-бетой, Гели-бетой возникают вот такие вот компоненты, которые перекрывают нам области между Лайман-бетой и Гели-гаммой даже вот здесь вот в этом диапазоне. И опять-таки объяснить их, иначе как наблюдением полуионных компонент не удается. Параметры в данном случае моделирования были, для того, чтобы их описать, были выбраны весьма похожими на то, что в предыдущем. Для алюминия мы рассматривали радиационные температуры, шла речь о 2-3 кэвах точно так же. В общем, это просто сам по себе факт наблюдения переходов в полых ионах с 3p на 1s, что просто как самый экспериментальный факт подтверждает наши наблюдения переходов с 2p на 1s, просто соответствуют в действительности, не являются какого-то рода артефактами. Наверное, для завершения покажу еще совсем последний такой пара слайдов. Эксперимент на лазерном комплексе PERL в Нижнем Новгороде. Это уже фемтосекундная лазерная машина. Интенсивности, которые там можно достичь на мишени, в общем-то весьма похожи. Это просто до тех самых 3 на 10,20 ваттный квадратный сантиметр, но уже в фемтосекундной длительности импульса в 50 фемтосекунд. Что было получено? Алюминиевый опять-таки мишень, тот же самый диапазон спектра, выраженность полуионных компонент между резонансными линиями Лаймон-Альфа и Гели-Альфа существенно меньше, и, в общем-то, так скажем, с натяжкой здесь проявляется. Но, тем не менее, аналогично моделирование для разной радиационной температуры позволяет как-то привязать вот эти компоненты, которые находятся вблизи Гели-Альфы, вот здесь вот на крыле, к опять-таки полуионным состояниям, к АПО-полуионным состояниям при радиационной температуре на уровне чуть больше, чем 1 КФ. Хоть до полутора КФ. Здесь просто в целом я хочу сказать, что пока мы понимаем, что фемтосекундная плазма много меньше подходит для наблюдения таких состояний, чем пикосекундная, но это просто связано не с длительностью самобойнику, а с тем, что мы все время тут как-то звучит сравнение интенсивности лазерного поля, а скорее нужно еще учитывать именно энергетику лазерного воздействия, а не только ее интенсивность. И вот это, если мы обеспечиваем много энергии, а не только пиковое воздействие на фемтосекундных временах, только в этом случае мы имеем достаточно число электронов, которые могли бы сгенерировать требуемый для нас уже рентгеновский источник, который в свою очередь и создает полуионные состояния. Коллеги, ну вот так, наверное, я закончил свое выступление. Спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, сложный, конечно, доклад, но все-таки вот есть два желающих, подняли руки уже. Друзья, если есть вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Даже, может быть, они будут очень простые, потому что новая область для нас, но она, вот как я чувствую, очень сильно каким-то образом координирована с нами. Поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы. Итак, ну, первый вот Егоров. Егоров, пожалуйста. Спасибо. Сергей, вот вы скажите так, по-простому, для чего вся эта красота? Кстати, в экспериментах и в изложении вы хотите все-таки запустить термоядерную реакцию в лазерном импульсе? Или что? Какую задачу вы ставите конечную? Безусловно. Вся эта деятельность, она инспирирована двумя вопросами. То есть, фактически, о чем мы говорим? Мы говорим о том, в каких состояниях экзотических, атомных, каких угодно, находится вещество при воздействии сверхинтенсивного потока рентгеновского излучения. Это имеет отношение в природе к определенному классу астрофизических объектов, в реальности, в лаборатории, к термояду с сжимаемым рентгеновским излучением, непрямому обжатию. Два направления, где и там, и там нужно знать атомные константы, кинетику, коэффициенты транспортные, передачи, коэффициенты конверсии из оптического поля в лазер, в рентгеновское и так далее. Здесь, например, довольно есть подробное направление, связанное с тем, что на рентгеновских лазерах активно используются, накачиваются эти самые состояния, например, с целью того, чтобы понимать, как меняются потенциалы ионизации в такой плотной плазмы. Да, это, конечно, это термояд. Если про практический смысл для человечества говорить, это термоядная плазма. Спасибо. 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 Ответ получен. Валерий. Анатолий Иванович, пожалуйста. Извиняюсь, Толь. Извиняюсь. Вот Леонид Уруцкоев хотел, наверное, может быть, хотел выступить, чтобы не попасть там в свои какие-то ограничения, связанные с электричеством. Леонид, ты сейчас будешь говорить или подождать можешь еще немного? Нет, буду говорить. Тогда, Толь, извини, мы договаривались с Леонидом. Я, конечно, передаю это самое поправо Леониду. Значит, пусть он все-таки выступит. Или, значит, Леонид, единственное, у нас, значит, для того, чтобы задать вопрос, вот есть реакция. Поднимаешь руку, там такой флажочки есть. Уже норма отработана. И второй момент. Значит, у нас сначала идут вопросы, а потом выступления. Коллеги, я прошу прощения, должен чуть-чуть короткий комментарий. Я извиняюсь, у меня в 17.30 ректор поставил сегодня совещание, про которое я не знал, когда мы назначали семинар. Поэтому у нас только есть 15 минут для дискуссии. Я извиняюсь. Ничего страшного, Сергей. Мы после вас подискутируем. Вы сможете уйти в любой момент. У нас тут свободно. Леонид Тербекович, пожалуйста, вот ваше выступление. Да, во-первых, огромное спасибо Сергею Алексеевичу за блестящий доклад. Просто потрясающе. Все-таки вот семейство Пикузов, оно на высоте. У меня есть конкретные вопросы Сергея Алексеевича. Во-первых, я для себя понял, что это такая вот даже такая целая жизнь, целая тема, и, конечно, сразу все тяжело. У меня будут короткие вопросы. Сергей Алексеевич, чем вы измеряли спектры? Каким прибором? Каково разрешение? Это рентгеновские спектрометры с изогнутыми по сферической поверхности кристаллами кварца и слюды. То есть это фокусирующие рентгеновские спектрометры на спектральный диапазон их возможности примерно от полу-кэва до 15-кэв диапазон. Разрешение здесь в данном случае на уровне 3-4 на 10 в третий. 4 на 10 в третий. То есть 3 тысячи, 4 тысячи. 3 тысячи, 4 тысячи. Большое спасибо. Я так и думаю. Теперь такой вопрос. Скажите, пожалуйста, понятно, что возникает плазма и она сильно не идеальна. Как вы учитывали идеальность плазмы или просто считали ее? Нет, здесь говорить о том, что плазма сильно не идеальна не приходится в силу все-таки того, что температуры здесь... Как бы нам не хотелось создать такую плазму, которую мы только качаем рентгеновским излучением и в ней больше ничего не происходит, все равно нагрев идет. И несмотря на то, что плотности здесь оказываются на уровне десятков процентов от твердотельной, температуры на уровне... 55, например, электрон-вольт стоит в качестве параметра моделирования, которое нам хорошо подошло. Все-таки это десятки электрон-вольт-температуры. Поэтому если здесь параметры не идеальности, если и есть, то он там практически единицы, может быть, даже все-таки несколько единиц. Понятно. Вопрос... Ответ получен. Большое спасибо. Теперь вот такой вопрос, честно, теоретически. Мы, как это... Прошу прощения, из Дикой Абхазии не все знаем. Вот. Поэтому скажите, пожалуйста, вот вы говорили про планковское излучение. Скажите, пожалуйста, вот времена очень короткие. Скажите, сколько вы считаете время максимализации? Ну, все-таки я привык к тому, что планковское излучение – это излучение стационарное. Когда у вас все стационарно, и тогда встает вопрос о равновесности. Значит, смотрите, мы здесь, во-первых, прежде всего должны сказать, что обсуждается только электронные компоненты. Да, конечно. Все, что происходит с ионами, это вообще, это считается, что это когда-то там очень нескоро. Значит, для электронной компоненты, во-первых, мы не рассматриваем полные максимализации, потому что у нас как раз здесь можно увидеть, что нам нужны обязательно фракции горячих электронов на уровне 5 кF. Поэтому мы говорим именно вот об основной массе, которую мы рассматриваем, балк электронов. И здесь времена максимализации – это пикосекунды. Пикосекунды, да? Пикосекунды, потому что здесь все-таки твердотельная плотность, очень высокая частота столкновений. Возможно, тут можно, мы даже как-то так грубо оценивали, это может быть даже субпикосекундные времена. В любом случае… Пикосекунды достаточно, ответ получен. Все, большое спасибо. И вот такой детский вопрос. Вот мне очень интересно, когда тут вы говорили об осцилляциях электронов, я сейчас скажу, с чем он связан. Я для себя очень хорошо понимаю, если у вас есть пучок релятивистский и есть тонкая мишель, то он, так сказать, пробивает. Дальше наступает такой момент, когда на собственном своем поле от пучка электроны начинают заворачиваться. И вот такая возникает осцилляция. Он все время крутится. Когда я был дипломником, вот, собственно, этим мы занимались. Вот здесь слово электронный пучок не прозвучало, слово релятивистский прозвучало, эффект действительно релятивист. В чем здесь связаны осцилляции, по вашему мнению, вы говорите об осцилляциях электронов, с чем они связаны? Значит, мы здесь говорим прежде всего об осцилляции. Речь идет о том, что у нас есть некоторый потенциал, который возвращает электроны, которые имеют сотен, допустим, энергий. Поэтому это осцилляции в макроскопическом плазменном поле. То есть... Они хотят покинуть... Да. Вот так, да? Да. Хорошо. И здесь, в общем-то, вопрос того, где провести границу между тем, какие электроны могут покинуть и какие остаются в объеме. Ну, нашими диагностическими средствами нельзя. Можно это моделируется, конечно, довольно неплохо моделируется, но оно не составляет принципиального момента. Ну, есть сколько-то электронов, которые не уходят из объема. Именно они позволяют нам рассчитывать на рентгеновское излучение. Понятно. Да. Ну, в целом, конечно, понятно. И я тут хочу... Не, понятно, как возникают сателиты очень, так сказать, наглядно вы все объяснили. И я хочу вот Анатолию Ивановичу немножко за вас ответить. Толь, ты прав. Действительно, энергии немножечко разные будут. Ка-альфа-1 и Ка-альфа-2. Но это видно на несколько более тяжелых элементах. Скажем, вот на Уране это уже очень хорошо видно. Там все четыре... Там уже порядка 90 КФ, энергия, так сказать, Ка-альфа. И там есть, да, Ка-альфа-1, Ка-альфа-2. А на легких этого не видно, и тем более с таким разрешением ничего и не увидишь. Поэтому, по сути, ты прав, но этот эффект здесь не важен. Все, спасибо за... А, я... Спасибо за комментарий. Я понял, в чем был связан вопрос. Да, да. По поводу разрешения дублета Лайман-Альфа. Ну, и вообще отличие дублета. Да, он здесь не разрешается. Конечно, конечно. Понятно, понятно. Спасибо. Очень приятно было вас увидеть. Большой привет, дядя. Мы довольно редко видимся. Спасибо. Спасибо. Ну, вот надо приходить на наши вебинары и будем встречаться чаще. Лень, спасибо. Значит, Анатолий Иванович, Климов, задаю вопросы и, может быть, даже комментарии. Толь, пожалуйста. Сергей, ну, я тоже должен присоединиться, значит, поблагодарить тебя за то, что ты нашел время и сделал, так сказать, тема трудная. Вот без твоей помощи было бы трудно, так сказать, разобраться в работах ваших. Хотя очень интересная тема, на мой взгляд. Вот поэтому у меня есть два вопроса, которые, если я правильно понял твое выступление, еще раз посмотрю твои работы, все-таки, казалось бы, там все эти вот горячие электроны, роли их, так сказать, вот в появлении сателлитов, она не сильно большая, гораздо больше вот тебе вот это вот планковское рентгеновское излучение с энергией порядка трех КФ. Правильно я понял, Анатолий Иванович? Мы все время говорим о сателлитах разного типа, то есть те сателлиты, которые мы называем, излучение полых ионов, их часто в литературе называют гиперсателлитами, потому как в отсутствии рентгеновского источника мы тоже можем получить сателлиты, причем каждый из них, каждый из внутренней структуры сателлитов какой-то объясняется наличием, скажем, быстрых электронов, для каких-то состояний и не нужно этого. Просто в силу того, как развивается возбуждение в многоэлектронном этом атоме, ионе, возникают состояния, сателлитные структуры, вот эти дважды возбужденные, где наблюдатель находится не в основном состоянии, а в возбужденном. И тут нельзя сказать, что все сателлиты наблюдаются благодаря рентгеновскому воздействию. Мы прямо... Но смотри, вот когда вы делали подгоночные спектры, вы меняли параметры ТЕ и, значит, вот энергию вот этих квантов. Лучше всего подходит, так сказать, я смотрю, ну что тут, так сказать, значит, лучше всего, когда рентген ты включаешь, они, так сказать, ну, понятно, что вот электронный стейл ты включил, ну и что, ну, получил там какую-то линию, а вот этот полусплошняк, только когда вот начинаешь комбинированное воздействие. Смотрите, я все-таки, все-таки поясню, смотрите, если мы говорим о группе, которая находится, вот здесь вот такой ежик такой стоит, да, между ими 2, 7 и 8, это те самые гиперсателлиты, которым нужно без вариантов, нужно только рентгеновское воздействие. Вот, 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 подожди минутку, давай, вот, чтобы время твое экономить, ну, я видел эту самую, вот, симуляцию твою. Значит, все-таки, Сереж, у меня вопрос попроще. Значит, коль скоро по физике дело, значит, если я хочу рельефно, так сказать, детально изучать вот различные типы сателлитов, мне нужен мощный, хороший источник рентгена импульсный, и плевать я хотел на плазму, так сказать, я буду изучать вот эти сателлиты, так сказать, лишь бы был хороший импульсный источник рентгена. Значит, вот, значит, в итоге я, так сказать, твою гигантскую задачу, суперзадачу по инверсии вообще всей материи, так сказать, ну, получил огромную концентрацию полых ионов. Значит, что дальше? Для чего все это делается? Вот вопрос Егорова, так сказать, как это повлияет на, ну, энергионизация, ну и что? А нам же до термояда надо идти. Слияние ядер, как дальше пойдет? Для чего все это надо? Как ты мыслишь этот вопрос? Нет, здесь в данном случае все-таки вопрос. Вот Яна получил вещество с огромным количеством, значит, этих самых дырок, сателлитов этих самых полых атомов. Что, как мне откроет эту дверку к термояду? Только в часть понимания, какие у вас есть зарядности, как они… Ну и что, ну, мне-то это, по большому счету, до фени, понимаешь? Вот какая-то должна открыться новая физика, когда я наплодил инверсную заселенность полых ионов. Что произойдет при этом с материей? С материей ничего не произойдет. Ну да. А вот тогда второй вопрос мой. Все-таки, ну известно, что вот в физике твердого тела, что если есть дырки и электроны, может возникать при достаточных этих самых электрон-дырочная жидкость. То есть, когда у тебя начинает все-таки вот экранировка дырки там и так далее, кулон-то он быстрый, гораздо быстрее всего работает. Быстрее не придумаешь. Даже все эти электронные переходы, вот АЖ-процессы, они, так сказать, гораздо слабее, чем кулоновское экранирование. Так вот спрашивается, коллективные какие-то частицы, коллективные взаимодействия, так сказать, вот учитываются в вашей модели и будут ли они появляться там, ну допустим, типа экситона, типа там какие-нибудь там значит этих самых взаимодействия дырки с окружающими электронами. Значит, как раз вот если вы говорите о том, что к чему приводит такого типа исследования, можно как раз вот так, такую логику построить, что здесь мы рентгеноспектральным образом, мы можем сказать о том, в каких концентрациях и какие состояния атомные, ионные, возникают в такой плазме под воздействием сверхинтенсивного рентгенского воздействия. А если теперь вы хотите рассматривать уже материю как материю, где, например, там particle in cell simulations какие-то... Ну я хочу сделать что-то похожее на лазер, то есть инверсионную заселенность огромную создал. Дальше что? Нет, здесь резонанс... Анатолий Иванович, ну... Это другая, здесь мы не занимаемся созданием рентгеновского лазера на этой инверсной населенности на полых ионах. Так это работать не будет. Ладно, спасибо, пока. Спасибо. Еще хотел задать вопрос, вижу, да? Боб, Гринье... Боб, your floor, please. Put your question. Okay. Thank you very much, Сергей, for an excellent presentation. I hope I got some points out of it. Anyway, I have four short questions. One, what is the importance of the X-rays being monochromatic? Oh, here we have no monochromatic X-rays at all because the source is coming from the Planckian radiation of the plasma itself. Okay. Two, two. If you refer to the spectrum which I've shown from X-FAL, there is just a different approach. You excite the certain states with X-FAL and measure the ionization potential and radiation coefficients in that case. Yeah, so that's... My point was on the incoming laser rather than the output emissions. If we speak about the main subject of my talk, we consider the optical excitation. And of course, there is no resonance things. You just create the Planckian emission and then use that to create whole atoms. What is the lifetime of these hollow ions? That I've shown just in that ratio in general. This is something around less than a femtosecond for a particular state. So the key obstacle to create that large amount, large concentration of hollow atoms is due to you need to compete with all that recombination processes. So that's why we need that 10 to 18 watt per square centimeter in X-rays. Okay, so I imagine it's very hard for you. Сергей, the question was about how many of them live. How many of them are in the relationship between the atom? I've already told. He answers. He answers. He doesn't know himself. I understand that it's going to be very difficult for you to see the next question, which is if it lasts for femtoseconds or you're not going to be able to assess the magnetic behavior empirically, but have you assessed the magnetic behavior potentially by mathematical prediction? What do you mean with magnetic? If they have any particular magnetic properties. Well, all that subject, what we consider here, they are for, I would say, independent ion. Like we consider the kinetics in the single atom or single ion and the statistics is what's going on inside that exotic atomic state. If you ask about how that external magnetic field may change that kinetics. No, it's not. No, it's not. It's not about the внешних полях. It's not about the внешних полях. You, кстати, may have to answer, чтобы все понимали и по-русски, потому что у Боба есть переводчик. Он спрашивает о том, учитываете ли вы магнитные взаимодействия собственных магнитных полей, частиц, которые, ну, электроны в данном случае, которые у вас там есть. Очень правильный вопрос. Я вижу, что не учитываете, потому что... We use a special American system code for calculation of this plasma. And as I see, no magnetic properties taken into account in that code. I have one last question. Do you have a predicted spectra from hollow ions from a mixed element target? So could you provide, like, let's say we had a group of low element ion elements involved with an impact? Do you have a composite of what you might expect to see as the spectra out of that? Absolutely. So that's according to what we commonly measure. All those spectra are irradiated independently. So you just assemble that from two components. So you might clearly model the spectra from a single element to the second element and then combine. Where would I get access to the data for the elements that you've tested? Yes, of course. But not due to the hollow atoms. It's just a general spectroscopy. You might expect the efficiency and the emission of every component or every element and then to compare the relative intensities of that lines. This is a common way how spectroscopy do. Yeah. So what I'm asking specifically then is if you imagine you had something I don't know from hydrogen through to I don't know oxygen or something in a composite what would that look like as a spectrum? Just the composition that's one to another. And do you have that data? Do you have that data? The problem is that you mentioned the elements which we cannot measure in our spectroscopy capabilities. We start from oxygen and further in high Z. But in that case they're completely additive or they just can't consider the superposition of two spectrometers. So would you therefore imagine a kind of continuous spectrum coming out? Yeah. That would be. If you have a mixture of a lot of elements then you will get that's kind of a continuum. OK, because that that has been observed in our work and in Matsumoto's work. So and I think maybe Klimov has seen something similar. OK, thank you. That's all my questions. Thank you very much for an excellent presentation. Thank you, Bob. Сергей, now that время вашего по-моему иссякла уже. я должен покинуть вас. Да, должен вас покинуть к сожалению. Сергей, а вот такой вопрос. Время жизни вашего пола-вайона очень спасибо за хороший доклад. Великолепный все. Подожди, он уже уходит. Пожалуйста, потом все же. Время жизни ты не скажешь же, Валер? Время жизни пола-вайона. Нет, это фемто-секунда. Буквально. Буквально фемто-секунда. Кто это дает? Он подумает. Ну, образовался он и упал. А концентрация какая у вас максимальная, Сергей? Нет, мы здесь как раз показываем, что если у нас есть тот самый рентгеновский источник интенсивный, то мы можем получить концентрацию, что у нас все состояния это гелий водородоподобные в плазме, и среди них доминирующим является полу-ионный. То есть это 90-80% в данном случае. А вы показали там 3,10-23-й. Откуда такая концентрация? Я не понял, о чем, о какой величине вы сейчас говорите, извините. Я же там видел, концентрация что-то у вас там полух... Это общая концентрация электронов в такой плазме, потому что у нас твердотельная плотность. Сергей, Сергей, это электроны, понятно. Можно говорить о изменении? Володь, я тебя выключил, потому что ты не понимаешь, что Сергею нужно, к сожалению, уходить. Он человек вежливый, но пытается тебе ответить. Сергей, спасибо огромное, мы уже без вас, но я вам пришлю запись того, что будет потом происходить, и если у вас какие-то будут соображения и замечания и ответы на то, что мы после вас будем обсуждать, в следующий раз можете ответить. Спасибо, Сергей, за выступление. Спасибо, коллеги. Всего доброго. Это было. Спасибо. Спасибо. Володь, вот сейчас можешь что-то сказать, потому что человек должен уйти, понимаешь? Валер, ну ты не сможешь ответить. Дело в том, что я хотел спросить, раз ты получил другой ион, полу-ион, исследовалось ли по поводу химического состава, как он взаимодействует? Я знаю. Сейчас у нас время вопросов уже прошло, потому что докладывается. Вот у меня, у меня, честно говоря, вопросов очень много. Понимаешь, время жизни он сказал, что это, так сказать, вот наносекунды. Ну и что? Ну получили мы наносекунды. Как химически взаимодействует это? Исследовалось это или нет? Куда это можно применить? Ну создали мы эту плазму полу-иона. Это интересно, наверное, но это под сомнением, в общем-то. Я думаю, что здесь тоже Анатолий Владимирович тоже прав. Но если ты воздействуешь на отдельный электрод, то он подкладывает систему, не должен чувствовать эти торговли. Ну, в общем, есть вопросы. Валерий, у тебя со связью какая-то проблема очень серьезная. В твое выступление еще раз потом задашь свои вопросы. Анатолий Ильич, Никитин, пожалуйста. Здесь вопросы уже можно задать их, ну, потом, может быть, Сергей ответит, но в основном комментарии уже нужны. Анатолий, Никитин. Я прошу 30 секунд для комментария. Значит, вот в начале этого доклада при Абуре Валерий Николаевич сказал, что вот очень важно для нас понять, как низкоэнергетическое воздействие, в смысле, маленькие кванты, дает довольно большое, так сказать, воздействие. Я хочу напомнить слушателям, что в конце прошлого века широким фронтом шли работы по так называемой многофотонной диссоциации болекул. Значит, сложная молекула, например, 6-фтористый водород, облучалась импульсами СО2-лазера, это 10,6 микрон, порядка 1 джоуля и порядка там 1 микросекунды импульсы шли и наблюдалась диссоциация молекул. То есть энергия кванта 10 микронов это порядка 1 десятый электрон вольта, для диссоциации она порядка 10. все это происходило за счет поглощения энергии по лесенке, то есть сложная молекула имеет очень сложный спектр и в конце концов получается, что каждый раз получается, что в ней находится некая пара, которая совпадает с частотой возбуждающего лазера, то есть движение по лесенке. Мне кажется, что природа часто пользуется именно таким принципом. Например, нам, чтобы подняться на 10 этаж, мы тоже не прыгаем, а поднимаемся по лестнице. Поэтому у меня предложение нашему обществу среди перечня тех методов, которые позволяют нам за счет низкоинвертического воздействия получить ядерное превращение, не упускать из видов такую возможность, которой часто пользуются природой. Ну и в частности вся зеленая, например, часть нашей природы, все зеленые растения, они поглощают красные кванты, а для превращения дальнейшего надо энергии двух красных квантов. Так вот, промежуточная энергия где-то запасается, а потом добавляется к следующему поглощенному кванту. Так что таким методом по лезнике, по ступеньке пользуется вся природа. Мне кажется, что мы в нашей интерпретации тех процессов, которыми мы занимаемся, не очень обратили внимание на такую возможность природы. Спасибо. Спасибо, Анатолий Ильич. Да, действительно правильно понял основное, что меня интересовало, и вопросов действительно очень много, и твоё замечание совершенно справедливое. Это одна из возможностей. Мультифотонная ионизация, мультифотонное поглощение, это действительно в свое время была очень модная тема. сегодня о ней почему-то Сергей Алексеевич совершенно не говорил, как можно было. Вот это, он сегодня одну из моделей по сути дела показал, и пытался её обосновать экспериментальными данными. Но есть ещё и другие биословные модели, одна из них вот это мультифотонное поглощение. Вот, Володя Чижов, ты когда говорил, то у тебя почти было не слышно, что-то там было со связью. Если ты хочешь, можешь ещё раз что-то сказать, только помедленнее и почётче. Я понял, Володя. Я хотел узнать, вот, ну, по времени жизни Владимира Сергея. Володя, Володя, ты даже не слышишь меня. Открой, пожалуйста, крышку своего компьютера. У тебя эхо огромное. Крышку компьютера открой, пожалуйста. Я открыл. Открыто? Открыто. Почему-то огромное эхо. Пожалуйста, медленнее говори, у тебя огромное эхо. Пожалуйста, говори. Поле, получается, совершенно новый июн, полуиона, или как мы его назовём, вот, он должен обладать и какими-то другими свойствами, то есть, химического взаимодействия. Я хотел именно это и узнать. А вот, отличается ли по химпоставу это вещество, которое получено, как полуиона, от того вещества, которое они исследовали. И, в общем-то, воздействие жесткого, такого мощного, достаточно, лазерного излучения, оно может приводить не только, так сказать, вот, просто к воздействию на электроны, а к воздействию на кристаллическую решётку. И, может быть, кристаллическая решётка здесь начинает взаимодействовать. Дело в том, что красная граница, она лежит у металлов в области ультрафиолета, когда начинают действовать вот эти К и Э уровни. Галой, там пикосекундный лазер, пика. Какая решётка может там возбуждаться? Она не может возбуждаться. Может быть. Может быть. Но красная граница он не достигает. Понимаешь, вот в чём дело, Толя. А если он это делает, ты думаешь, что он только пикосекундный лазер вщёкнул и всё, там самая серия этих щелчков идёт. Это может подействовать. Но фотоэффекты показывают, что надо красную границу перейти, чтобы с электронами поработать в кристалле. Здесь, мне кажется, тоже есть вопросы. Ну вот у меня по хим полуэлемене жизни, химосостоянию полуиона и вот по красной границе. Когда он не достигает красной границы, получает вот такие вот вещи. За счёт чего? Хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо, Чижово. Я к тому, к тем соображениям, которые он высказал, замечанию Анатолия Ивановича, могу сказать, что сегодня не прозвучала очень важная характеристика вот этого эксперимента. Дело в том, что вот эти вот фемтосекундные лазеры, то есть лазеры с 10-15 характерным временем кванта, значит, вот они на самом деле устроены таким образом, что они ведь возбуждаются на фемтосекунду, но это происходит 10 тысяч раз в секунду. И вот вот этот вот, то есть это такие кванты, фотоны выплескиваются по 10 тысяч раз в секунду, фемтосекундные кванты. Поэтому, Толь, вот твое замечание, оно правильное, но возможно вот соображение Чижова о том, что еще там что-то играет роль, типа решетки, тоже важным является, потому что непонятно, может быть, это уже реакция на предыдущее возбуждение от предыдущего кванта. И мы сейчас его начинаем ловить, думая, что это от этого кванта. Такое я допустить могу. Анатолий Иванович, пожалуйста, твои соображения. Ну, уважаемые коллеги, ну, я действительно вот Сергея Пикуса пригласил, потому что был знаком с его работами, которые услышал я на ученом совете впервые у нас в институте, он работает в моем же институте, вот, меня это заинтересовало, и я подумал, что это может заинтересовать и вас, значит, как вот наше сообщество, поскольку, поскольку это, ну, действительно, передний край науки, и, значит, вот эти полые атомы, значит, ну, Фортов, по крайней мере, вот он в своей монографии, значит, физико-конденсированное состояние материи предсмертного, он там выделил, как это, ну, фантастически важное достижение физики лазмоконденсированного состояния, значит, оно там занимает центральное место. Ну, вот, может быть, вместе мы и разберемся действительно в том, что люди попытались, значит, получить, Валер, значит, там речь идет о моноимпульсе, никакого там 10 тысяч секундов нету, значит, дай бог им получить один там пикосекундный импульс, значит, вот, и вся игрушка заключается в том, что они вот от одного, там, методом нелинейных процессов, вот, пытаются получить, значит, с высоким контрастом, то есть, по сути дела, маленький пьедестал, но, вот, гигантский пик в центре, вот, то, что они называют контрастом, то есть, импульс-то вам, может быть, и фемтосекундный, но, вот, пикосекундная вершина очень высоко превышает, вот, этот уровень контрастный, значит, но, опять вот, много вопросов по технике, значит, меня больше, вот, уважаемые коллеги, взволновало, что, что люди, вот, ну, мы же там далеки от этой лазерной атлазмы, видят, как правило, вот, обратите внимание, не стопроцентные ионизованные атомы, не сто, а гораздо больше они видят литий, вот он говорил, подобных, и гелий, подобных атомов, а почему не стопроцентные, встает вопрос, значит, почему держится на уровне литий и гелий, вот, так сказать, думаю, что Сережа Пикус не ответит, это экспериментальный факт, который надо взять за основу и, значит, подумать самим, значит, что удерживает, значит, ободрать все электроны, а оставить там только 2-3 характерных для лития и характерных для этого самого водорода, это первое. Второе, ну, наверное, в АЖ-процессах, когда изучали АЖ-процессы, выбивали внутренние электроны, так сказать, ну, и смотрели, как они там заполняются, значит, вот этот вот весь пробел в нашем образовании, я думаю, что из нашего комьюнити мало кто знает физику АЖ-процессов, значит, но вот надо вернуться к основе, значит, сейчас там все, так сказать, с ног на голову все поставлено, а на самом деле люди в камере Вильсона видели, как вылетает, значит, один электрон сильный, могучий, вот с внутренней оболочки, и второй, а второй-то с внешней оболочки вылетает, так сказать, вольтовый электрод, если этот там кемный, то этот вольтовый, то есть пара электронов всегда в АЖ-процессе вылетает, значит, а здесь, ну, если вы хотите, это продвинутый АЖ-процесс, он же говорит, что одновременно появляются две дырки, вот, и разобраться в этом, значит, что нужно для того, чтобы сделать эти две дырки, и в каком состоянии вылетает оттуда два электрона, это же кемные электроны, им уже ничего не стоит, значит, энергии достаточно, для того, чтобы вот этот вот Комптоновский, значит, базэ-частицу сделать, там кемные электроны в карбите, это кальций возьмите, уже кемные электроны, эти три кема достаточны для того, чтобы объединить два электрона вместе, и я не исключаю, что в этой плазме начинают появляться уже вот эти вот, значит, спаренные электроны, которые нас очень интересуют с точки зрения уже вот наших процессов холодного синтеза. Поэтому вот вопрос, значит, как протекают АЖ-процессы в этом случае, и как вообще выбивается, так сказать, так сказать, два электрона, так сказать, вот вместе, ну, я думаю, что Сережа, он не ответит на этот вопрос, так сказать, это новая действительно физика, над которой надо, значит, думать, и мне кажется, вот все-таки, значит, они ошибок делают не меньше, чем мы, чем, чем, не меньше, чем мы. Обратите внимание, вот они оборачивали вот эту вот алюминиевую фольгу, алюминиевую мишень, чем они оборачивали? С, аж этими самыми, значит, обкладками, чтобы там не разорвало ее, так сказать, эту мишень. Но с нашей точки зрения мы-то знаем, что, ребята, вы сделали ерунду, потому что там есть водород, а водород в плазме играет активно, это самое, уж если обкладывать, так чтобы обкладки бы не содержали водорода. И что там при этом происходит? Дальше я смотрю, смотрите, у них микронной толщины, значит, вот алюминиевая фольга, значит, они смотрят с одной стороны, так сказать, рентгеновское излучение и с другой стороны рентгеновское излучение. Но я-то знаю, я возился с этими фольгами и знаю, что, так сказать, такая фольга ослабляет излучение рентгеновское, ну, там в разы, не меньше, так сказать, 10 микрон может вообще поглотить ковное излучение. А они видят, смотрите, вот вы обратите внимание, там еще раз посмотрите в записи, значит, с одной стороны и с другой практически, так сказать, один и тот же сигнал. Что это такое? Такого не должно быть, так сказать, с точки зрения здравого смысла. значит, то есть, по методике им бы надо было посоветовать, ребята, а вы возьмите мишень, бог, вот возьми-ка ты мишень из гидрида алюминия и попробуй бабахнуть туда, так сказать, до этого-то они не додумались, а это мы им можем подсказать, так сказать, что у вас там может получиться, так сказать, ваших этих полых ионов в тысячу раз больше, потому что вот гидриды, они один шаг для того, чтобы, так сказать, начались перетурбации внутренних электронных оболочек. Значит, вот я все, я имею в виду, так сказать, вот то, что я всегда рекламирую, это вот когда протон начинает забираться далеко внутри атома и могут образовываться двухъядерные значит, атомы. ну вот естественно, если электрон до каорбиты дойдет, он выбит этот электрон, сядет на его место, так сказать, но это все в общем-то в нашем комьюнити это известно, у них неизвестно. В этом плане я думаю, что, значит, вот все-таки пока мы идем вроде бы, так сказать, значит, разными командами, но не факт, что, так сказать, взаимное обогащение не будет происходить на границе вот этих вот значит, наших областей науки, ну и вот естественно, так сказать, вот эта тематика для нас новая, мне она представляет, так сказать, интерес, если подойти к ней не так, как вот, значит, вот он говорит, что все понятно, мы считаем, только параметрику делаем, там меняем параметр ТЕ, там ТТ, радиационную, там, значит, лишь бы только подогнать этот самый спектр, думаю, что не так, что на самом деле, вот, так сказать, что заложь, что и получше, так сказать, вот в этом плане надо внимательно посмотреть на все их результаты еще раз, сигнал сильно зашумленный, вы же видели, там никаких этих там, ну, таких рельефных вот этих пихов нет, это он желаемо за действительное выдает, ну, чего, если говорить откровенно, значит, вот, но что-то есть, и вот это что-то, может быть, хорошо, что ребята разглядели, увидели, и нам подсказали, чего нам в наших экспериментах, то имеет смысл, так сказать, если мы в рентгене будем работать, наверное, мы лучше и гораздо менее зашумленные увидим в наших экспериментах, если будем использовать такую рентгеновскую технику с таким разрешением, как у них, я должен сказать, что у них разрешение, конечно, рекордное, у меня таких рентгеновских спектрометров нет и не будет, значит, это уникальные машины, так сказать, созданные в их тене, вот, в этом плане, ну, чего, вот, хорошо бы как-то объединить, наладить взаимодействие, я надеюсь, и буду в этом направлении идти, хотя пока, вот, видишь, они привыкли работать в глубоком вакууме, а мы привыкли работать при атмосферном давлении, казалось бы, вещи весьма несовместимые, так сказать, для наших методов исследования, значит, ну, это вот единственное, что я вынес из, и хотел сказать по поводу этого самого выступления Сережи, человек, он молодой, так сказать, человек, он, безусловно, интересующийся, значит, вот, значит, ну, не на все вопросы, уверяю вас, он может ответить сейчас, и многие он даже вопросы не слышал, так сказать, то, что задавал, допустим, Чижов, значит, ну, вот, ему задали прямой вопрос, так сказать, ну, сколько живет это там, ну, с точки зрения классической, там, это же науки, я и так могу сказать, что она не больше, чем наносекунду, там фемтосекунду проживет, ну, он такие же оценки сделал, так сказать, не факт, что они живут такое время, и экспериментального доказательства нет, только вот он бы сказал, вот, смотрите, я в спектре, так сказать, снег при задержке снял, его увидел, вот эти вот, так сказать, долгоживущие или короткоживущие, не ответил Чижов на твой вопрос, так же и на вопросы гринения ответил, так сказать, вот, что я хотел сказать. Спасибо, Анатолий Иванович, значит, вот, Никитин опять хочет что-то сказать, Толь, пожалуйста, Никитин. Валер, я опять коротко скажу, то, что сейчас говорил Толя Клибов, знаешь, я хочу просто обосновать, почему у них такие спектры не разрешенные совершенно, в принципе, значит, разрешение, скажем, ширина спектральная любого сигнала зависит от времени излучения, от длительности импульса. Чем короче импульс, тем более широкая полоса. Поэтому надеяться на то, чтобы там было какое-то разрешение, о котором можно было, о котором говорить, просто невозможно по технике. Очень короткое воздействие, очень широкий спектр. Я сейчас могу прикинуть фемтосекунду, это обратное время будет, в общем, полоса, но довольно большая. Это же вполне, по-видимому, причина вот этих, вот этих грязных спектров именно в той, в коротковременности наблюдения. Ну, с этим надо разбираться. Если ты с ним связан, то, конечно, с ним можно все обсудить. Спасибо. хорошее замечание относительно связи, связи зашумленности с длительностью сигнала. Ну, вот я тоже пару слов скажу и, наверное, будем завершать, потому что, ну, докладчика-то нет и вопросы задать невозможно. Ну, вот, тут уже многие те вопросы, о которых я хотел сказать, коснулись так или иначе, но я все-таки чего-то свои вопросы. Ну, во-первых, свои ответы на свои вопросы, как я понимаю. Ну, я уже об этом говорил, что вот этот код Атомик, который они используют, он им пользуется, а Сергей Алексеевич пользуется, но внутреннее содержание этого кода американского он не знает, скорее всего. И там действительно, скорее всего, магнитные, сегодня об этом говорили, магнитные, об этом Бог Вринье говорил, магнитные взаимодействия не учитываются. А мы знаем, мы экспериментально это знаем, что в параметрах, которые мы изучаем, близкие, как ни странно, сейчас я объясню, почему они близки к тому, что изучают эпикус, значит, вот магнитные силы являются определяющими. Они их просто вообще не учитывают. И вот то, что сегодня докладывалось, это одна из возможных моделей. Сегодня уже упоминалось о мульти, вот Никитин напоминал о мультифотонном поглощении. Вот это модель полых атомов. Я сейчас о какой-то нашей модели скажу чуть попозже. Мне осталось непонятным, ведь вот смотрите, как физика вот этого всего процесса развивается. Вы облучаете очень мощно, мощно в смысле энергетики, но очень низко энергетическим по энергии кванта излучением облучаете алюминиевую мишень. При этом происходит испарение какое-то, но они делают это все быстро для того, чтобы испарение не портило всю картину. Выбивают там по сути дела оптические электроны, которые, смотрите дальше, вот их логика, он об этом очень как-то почему-то вскользь, хотя это самое важное, на мой взгляд. Вот электроны, которые вылетят оптические, верхние электроны из атомов, когда они вылетели, они дальше полетят в поле вот этого облучаемого, в поле, которое создает лазерный луч. Там мощнейшее электрическое поле, потому что вот для свободного электрона уже квантовая физика не очень важна. Он просто попал в поле электронов, в поле этого лазерного луча, и там начинает ускоряться, и там он достигает уже вот этих ну, не литивистских, а мегавольтных, мегавольтных энергий. Смотрите, после этого мегавольтный электрон ударяется, опять же, ударяется об эту мишень, и получается уже получается рентген. Вот им почему-то этого рентгена недостаточно, но вот это просто вот еще, по-моему, вот эти полные ионы. Вот дальше этот рентгеновский уже рентгеновский сигнал, созданный торможением мега-электронов электронных электронов, которые создались внешним излучением лазера свободные, они выбивают уже вот это типа АЖ, о чем сегодня говорил Климов, выбивают внутренние электроны. И вот образуется дырка, вот эта полая частица, и теперь на этой дырке, когда на нее начнет возвращаться опять электрон, мы ждем, когда возникнет вот этот рентгеновский сигнал. Я не понимаю, уже был рентгеновский сигнал, давайте подождем второго рентгеновского сигнала, в чем тут соль, почему, я честно сказать, для меня это осталось загадкой. Второй рентгеновский сигнал, может быть, он более монохроматичный, скорее всего, видимо, может быть, там еще со временем что-то, ну, что-то недоговорено, как мне кажется. Ну, вот еще такие вопросы. А что будет, если алюминий заменить, например, на Купру? Вот об этом, по-моему, сегодня ни одного слова не было, и в статьях что-то я не увидел. А ведь вот это очень важно, потому что Z меняется, ну, например, переходя от алюминия к Купру, Z меняется в два с лишним раза. Это уже там некоторые процессы, а Z в третьей степени зависят, даже в четверкой. Это уже серьезное изменение параметров, и там что-то можно было бы увидеть, почувствовать. Почему-то этого не делают, непонятно. Ну, и еще мне был очень интересен вопрос, но не могу его задать, но задам его и скажу, почему он мне интересен. А что можно сказать об оптических спектрах полых, немножко об этом сегодня говорили, об оптических спектрах полых ионов. Я сейчас объясню, почему этот вопрос очень интересен. Потому что мы регистрируем образование каких-то новых и новых там веществ вот в наших мишенях, ну, в наших реакторах. А ведь вот сегодня Анатолий Иванович об этом уже говорил. Давайте мы представим себе, что вот эта самая полая коорбита, ну, вот эта самая нижняя, это самая близкая к ядру коорбита, она является, она пустой по словам, скажем, докладчика. А давайте мы представим, что вот такую ситуацию, что она заполнена все-таки электроном, двумя электронами, и там сидит что-то такое вот с двумя положительными зарядами, ну, например, два позитрона. Таким образом у нас получится вот этот атом, вот этот ион, он получится как будто бы, ведь это очень низко все, близко к ядру, по сути дела на расстояниях уже почти ядерных, ну, не совсем ядерных, чуть побольше, но все-таки очень близко к ядру. И внешние вот электроны, оптические, наружные, они будут ситуацию электромагнитную изнутри идущую воспринимать как будто ядро на две единицы имеет больший заряд. и ну вот получится вот какие-то масс-пекрометрическое какое-то или оптическое измерение, вернее, оптическое измерение приведет к тому, как будто бы мы здесь имеем дело с каким-то новым веществом. Вот это, ну, про оптический спектр, к сожалению, докладчик по-моему, не говорил. Я вижу, вот, ну, я заключаю уже, я вижу, что вот эти эксперименты с таким пета-лазерами, вот эти пета-лазеры это 10,15 вот ватт, если, может быть, кто-то не знает, это 10,15 ватт. Вот такое слово, значит, укалоченные пета-лазеры. Вот используются супер-супер-мощные лазеры, супер-короткие импульсы, используются супер-мощная техника регистрации рентгеновского излучения. Мы работаем с обычными разрядами примерно 20-30 киловольт, 20-30 киловольт и получаем точно такие же спектры рентгеновские, как нам показывал сегодня докладчик. Я думаю, что вот это совпадение надо анализировать, анализировать, почему спектры наши очень похожи. это может быть ответом. Таким образом, ну вот это очень важное совпадение. Мы это, вот эти спектры, как вы знаете, вот мы, я имею в виду лабораторию ЛИС, Баранова-Зателепина, мы это, эти спектры объясняем образование особой формы вещества. То есть мы никакие полые вот эти ионы не привлекаем, а мы объясняем образованием нового типа вещества, который мы назвали темный водород. Внутри там, в темном водороде образуется релятивистская пара электронов, о чем сегодня говорил Анатолий Иванович. Вот сама по себе, как мне кажется, она вряд ли может образоваться, вот в такой структуре, как типа темного водорода, по-моему, она образоваться может. И вот там магнитные силы суперважны, и там образуются рентгеновские, мощный рентгеновский спектр, уже не 10 кэф, а 100 и 300 и 400 кэф. И я уверен, что они это тоже видели, и даже видят, наверное, но об этом почему-то не говорят. Вот Сергей об этом сегодня не говорил. То есть совпадений очень много, и это, мне кажется, путь к возможному пониманию, что же у нас такое творится. Я собственно все сказал, но вот Анатолий Ильич, он молодец, сегодня активный. Анатолий Ильич, пожалуйста, вот еще какое-то соображение. Валер, вопрос к тебе. Ты объясняю механизм работы Пикуса, сказал, что происходит ускорение электрона в поле лазера. Во внешнем лазере. А вот механизм. Так, секундочку, я продолжу вопрос. Значит, поле лазера переменное. В переменном поле, я не знаю, как может быть происходит ускорение заряженной частицы, оно будет просто по полю, против поля. Каким образом вы понимаете, как они ускоряются? Я понимаю твой вопрос. У меня эти же вопросы, но нужны оценки временные, потому что временные, потому что речь идет, там частота, вот ты посмотри, какая частота у этого лазера, она очень низкая, поэтому времена мощности огромные, успевает, все успевает произойти. Я всю численную, так сказать, цифровую механику не держу сейчас в голове по вот этому эксперименту, но частота лазера, ну, она очень низкая по сравнению с процессами, которые там идут. Частота... Финтасекунды это же огромные, это частоты огромные. О чем речь? О какой частоте? Финтасекунды это длина импульса, это не частота, это длина импульса этого самого, этого лазера, одного импульса. Это другая совершенно параметра. Спасибо, это вопрос не ко мне, потому что это вопрос к модели. Ну, ты принял это, я понял, я решил, что ты это понял, я хочу, что ты мне объяснишь. Я этого не понимаю. Я принял, я сказал, что они так думают, а мы-то думаем по-другому, мы-то по-другому думаем, но я только что сказал, как мы думаем. Все идет из образования новых электронных пар, которые формируют по сути дела новый вид вещества, и там рентгенские излучения образуются. Спасибо. Жов еще что-то хотел сказать. Да нет, я говорил, что может быть они правы, может происходит какое-то изменение структуры, появляется постоянное электрическое поле, которое ускоряет. Может быть, в этом направлении подумать, и тебе, и всем остальным. Потому что эффект есть, эффект есть, его надо объяснять, он не объясняется просто элементарным подходом. Я практически так же и сказал, потому что частота лазера очень низкая по сравнению с тем процессом, который мы тут, который они работают. Нет, господа, вы что-то совсем ушли в сторону. На самом деле, там, когда пучок взаимодействия с мишенью, образуется лазерный факел, плазменный факел, который разгоняет плазму до 50 километров в секунду. Там поля, это вот и чисто газодинамические ускорения, и чисто электрическое ускорение. Это не есть ускорение на электромагнитной волне. Вот я об этом и говорю, да. Надо искать процесс ускорения. Конечно. Не, но это известно. То есть, вот читай, значит, как образуется факел плазменный на поверхности значит, вот облучаемого вещества всем-то секундным лазером. Да, но факел внутри фольги, внутри твердого тела об этом шла речь, так что вопрос открытия, надо думать еще. Испаряется факел, и этот факел вот как раз способен... Ну да, это ты говоришь, а ты же не говоришь пикус. Так что действительно работайте вместе. Это интересно. Поэтому, Торик, здесь обман некий, некий обман. Сам импульс действительно он пикосекундный, но факел, когда он образуется, испаряется и разгоняется, он существует миллисекунды. Ребята... Я согласен, действительно. Ну, вопрос не проработан. Так что будем на этом остановиться. Спасибо. Спасибо, Анатолию Ильичу. Анатолий, ведь он сегодня несколько раз упоминал о том, что они для того и используют пикосекундный лазер, для того они используют высококонтрастный пикосекундный лазер, чтобы не было разлета вещества. А ты про разлет вещества говоришь. Для них это смертеподобно. Они не с этим работают. Лазер создает мощное электрическое поле внутри сам собой. И рядом с этим... Да-да-да-да. Изменить среду у вас отстекает порядок. Все правильно. Еще раз, посмотрите их результаты, вот их, то, что опубликовано. Плазма образуется, они добиваются того, чтобы она была не разлетающейся. То есть, она чтобы шла при постоянной плотности, не при постоянном давлении, а при постоянной плотности. Делает колбасу такую, чтобы, так сказать, вы посмотрите то, что напечатано. Факел играет важнейшую роль во всех их, так сказать, во всей физике и их реакциях на поверхности мишени. Ну да, нам это интересно, обратили внимание на такие тоже интересные вещи, но не относящиеся именно к физике процесса. Спасибо. Я бы сказал так, что вот физика, которую мы сегодня увидели, эта физика, на мой взгляд, может быть, Сергей Алексеевич обидится, она какая-то упрощенная кулеровская физика, которая с помощью которой пытается объяснить непонятные возникающие спектры. И мне кажется, это путь такой сомнительный. Чехов еще что-то хотел сказать? Да, я, в общем-то, хотел согласиться с собой в том плане, что процессы очень похожи, хотя они различные, просто совершенно другие. А в чем они могут быть похожи? Ну вот по религиеновскому излучению, да, ты сказал, что мы с тобой сами измеряли мою установку кулеровскую гену, и там где-то порядка 300-400 к было в свое время вы приезжали ко мне, помнишь, с барабаном? Конечно, да. Поэтому здесь действительно может быть это вторичный все-таки эффект, не прямой эффект, а вторичный эффект, и мы работаем примерно с одним и тем же с одной и той же реакцией. только у них это совсем по-другому выглядит, и они обосновывают это по-другому, а на самом деле это, так сказать, твердотельное взаимодействие. И соглашусь здесь с Анатолием Ивановичем, что они совершенно не учитывают то, что там присутствует водород рядом с этой решение, которое может совершенно спокойно при их воздействии войти, и оно может быть уже там в кристаллической решетке водорода. Такая шутка. Ну и то, что ты сказал по поводу медиа, я бы сказал и никеля. В никеле всегда присутствует водород. Почему не используют эту решение, не посмотреть какие-то спектры? Он ответил на этот вопрос. Он сказал, что у них сейчас мощности не хватает, потому что взят 4-й там у них на алюминий едва хватило. Понятно. Ну да, немножко об этом сказал, но по-моему причина еще в чем-то. Так, ну спасибо Володе за комментарий. И ну мне кажется уже мы два с лишним часа тут обсуждаем и более получаса после докладчика, после того, как докладчик ушел. Поэтому, друзья, на этом мы как бы закрываем эту часть. Я хочу обсуждение. Я хочу сказать, что у нас был перерыв три недели. Ну, кстати, вот неделю назад были очень интересные два доклада у Болыженкова и у Бычкова. Я уверен, что многие на них были. Из тех, кто у нас в наших семинарах участвуют, в вебинарах. Поэтому не очень страшно, что такой большой перерыв был. Но теперь у нас уже портфель наполнился. И у нас примерно на месяц есть выступающие. Они очень интересные. В следующий раз мы послушаем тяжелую Володю. Только, Володя, я с тобой потренироваться должен. Тот звук, который у тебя сейчас получается, раньше было прекрасно слышно. А теперь почему-то какое-то ужасное эхо. Нам нужно с тобой потренировать вот это, чтобы твой звук улучшить. Иначе мы в следующий раз ничего не... Я попробую микрофон включить. Отделенный микрофон есть. Это не годится. Поэтому у нас... Но, друзья, тем не менее, вот на месяц то у нас есть, а вот еще там есть время. Мы будем работать, я думаю, и в мае, до 1 июня. Поэтому приглашаются желающие выступить с интересными, желательно, в первую очередь, экспериментально теоретическими или только экспериментальными, а не только теоретическими работами на нашем вебинаре. На этом мы заканчиваем сегодня вебинар. Спасибо всем огромное. Было все-таки много у нас сегодня. Было более 40 участников и основная доля сохранилась. Друзья, спасибо. До следующей среды. Спасибо. До свидания. Всем спасибо.